МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А сейчас об этих и других событиях подробнее. На открытии очередной вахты памяти, она проходила в нашем городе, 19 и 20 марта приехали командиры 66 поисковых отрядов со всей Смоленщины и земляки погибшего воина с Брянской области. Как Десногор встречал гостей, смотрите в нашем первом сюжете. Поисковики съезжались в городской музей. По традиции курировала встречу общепризнанный лидер поискового движения региона, депутат областной думы, руководитель Смоленской общественной организации поисковое объединение «Долг» Нина Куликовских. Все-таки иногда надо подводить итоги, подводить черту и планировать будущий год. Вот сейчас как раз тот случай, когда мы собираемся в преддверии того, как начнем активно работать и обсудить наши планы. Может быть, даже не только планы, а некую стратегию, на что сделать больше акценты, что в этом году особенно будет важным. А важным мы знаем в этом году 75 лет начала Великой Отечественной войны. И это дата, которая, конечно, нас всех волнует и не должна пройти незамеченной. Для многочисленных гостей были организованы экскурсии на полномасштабный тренажер БЩУ в Смоленской УТЦ и в Музей поискового движения Десногорска. Все понравилось. Великолепная экспозиция. Будем стараться стремиться к подобной у себя в Москве. Во Дворце молодежи состоялось пленарное заседание, где поисковики области обсудили основные направления работы в наступившем году, поделились опытом, определили проекты, по которым предстоит сотрудничать. Со словами приветствия к гостям обратился исполняющий обязанности главы администрации Десногорска Сергей Тощев. Елена Ренёва, специалист Комитета по культуре и молодёжной политике, рассказала собравшимся о становлении и развитии поискового движения в Десногорске. Краевед из Вязьмы Игорь Михайлов поделился секретами работы в Центральном архиве Министерства обороны. А руководитель Десногорского поискового отряда «Обелиск» Алексей Тимофеев о том, как поднимали из Калужского болота штурмовик Ил-2. В работе конференции приняли участие директор Смоленской АЭС Александр Васильев, депутат Государственной Думы, основавший в Смоленске 15 лет назад поисковый отряд «Медведь» Артём Туров. Все выступающие благодарили поисковиков за проводимую ими такую важную работу по возвращению из небытия павших красноармейцев. Открытие вахты памяти означает начало работ поисковых отрядов, ведь каждый сезон одинаково значим и важен. Экспедиции разного уровня будут организованы по традиции практически во всех районах области. Примечательно, что в ходе полевого сезона вахты памяти пройдут подготовку юные бойцы-поисковики. А это значит, что поисковое движение на Смоленщине будет развиваться. Ведь война не закончена, пока не найден и не захоронен последний павший солдат. 17 марта губернатор Смоленской области посетил стройплощадку производственного комплекса ОАО «Калининградский тарный комбинат» в Рудне. Это предприятие – крупнейший российский производитель металлической тары для консервов и пресервов. На территории районного центра будет запущен его филиал. В новое производство вложили около 700 миллионов рублей. Предполагается, что предприятие в Смоленской области к апрелю 2017 года обеспечит 150 рабочих мест. Обозначен срок запуска комбината – это июль этого года. На станциях скорой помощи нашего региона остро ощущается дефицит кадров и не последнюю роль в этом играют не очень высокие зарплаты медиков. Врачи в среднем получают 31 тысячу рублей в месяц, а фельдшеры – 21 тысячу. Но власти работают над повышением их доходов. В 2016 году на финансирование службы выделено 506 миллионов рублей. Работают программы поддержки молодых специалистов. 17 марта глубокой ночью в Вязьме загорелся универсальный магазин по улице Полина Осипенко. На место происшествия выехали получившие сигнал пожарные. Семь огнеборцев быстро потушили пламя. Как выяснилось позднее, неизвестные забрались ночью в холл универсама и надули банкомат газом, чтобы он взорвался. Вытащив 40 тысяч рублей, злоумышленники скрылись. По данному факту ведется следствие. О криминальной обстановке в Десногорске за минувшую неделю и выходные нам расскажет майор полиция Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 110 сообщений. Из них семь сообщений о преступлениях. Зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. Выявлено 159 административных правонарушений, в том числе нарушений правил дорожного движения 104. За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к административной ответственности привлечены 4 человека. И еще в Смоленске появилась кибердружина. Волонтеры из числа смоленской молодежи будут следить за распространением экстремистских материалов в соцсетях и интернет-ресурсах. Вступить в ряды может любой желающий. Для этого необходимо лишь желание, свободное время, компьютер и доступ в интернет. Ансамбль русской народной песни «Сударушки» хорошо известен не только в Десногорске, но и за его пределами. Созданный в 1987 году, он уже несколько раз подтверждал звание народного. Почти три десятка лет ансамблем русской песни бессменно руководит Валентина Бурнаева. На минувшей неделе в читальном зале Центральной библиотеки состоялся вечер, посвященный творчеству этого прославленного коллектива. Подробности в нашем следующем сюжете. Организаторы встречи каждую участницу ансамбля представили персонально. И не просто, а в стихах. Это было большим и неожиданным сюрпризом для них. «Сударушки» с удовольствием исполнили для гостей вечера свои любимые песни. Пришли в основном любители русской песни. И, конечно, было очень много знакомых лиц, которые мы всегда рады видеть на своих концертах, те, которые нас всегда поддерживают. Люблю своих «Сударушек». Хочу, чтобы они еще очень долго пели. Аккомпаниатор ансамбля Владимир Платонов продемонстрировал виртуозное владение старинными русскими инструментами. Гости вечера не спешили расходиться. Они еще долго общались с «Сударушками», благодарили за творчество, интересовались планами. Нам сегодня доставили подлинное удовольствие. И еще хочется большое спасибо сказать всем участникам коллектива. Сейчас ансамбль готовится к юбилейному концерту. Наверняка десногорцев ждут приятные сюрпризы. А 24 марта в Смоленской областной филармонии соберутся поклонники таланта великой певицы Клавдии Шульженко, чтобы отметить 110-летие со дня ее рождения. Артисты филармонии представят авторскую программу члена Союза писателей России Василисы Моисеевой и легенда века Клавдия Шульженко. В этот день в концертной программе в 19.00 перед смолянами выступят лауреаты международных конкурсов. В Орле завершился 10-й международный киноконкурс «Киноток-2016». В этом году на конкурс было представлено 33 работы от 29 авторов и авторских коллективов. Было отсмотрено более 30 работ, жюри подвело итоги. Награждены победители. Финальная трансляция любительских и профессиональных фильмов, клипов и короткометражек состоялась в «Орел Гау». Победителем в номинации ролик до одной минуты стала работа «Рославли» автора Павла Данилевского. Сейчас вы увидите ее на экране. «Рославли» «Рославли» 20 марта в Доме творчества Десногорска с весельем и играми провожали зиму. Подробности в нашем следующем репортаже. Веселая и праздничная обстановка царила в этот день в Доме творчества. Сегодня Масленица. Угощаем всех блинами, радуем всех пирогами, потому что Масленица – самый замечательный праздник на Руси. На первом этаже была развернута выставка работ, выполненных руками воспитанников творческих объединений и их педагогов. Праздничная программа началась со спектакля «Проводы зимы» или «12 месяцев наоборот». В данной театрализованной постановке участвовали воспитанницы вокального коллектива «Веснянка», руководителем которого я тоже являюсь. Юные зрители были в восторге от сказки. Продолжились гуляния на свежем воздухе, где вожатые организовали для детворы и взрослых масленичный квест. Взрослые дети разбились на команды. Соревнующимся предстояло выполнить большое количество заданий, сфотографировать главное блюдо Масленицы, исполнить возле чучела зимы песню в хороводе, сделать фото со снеговиком, ответить на вопросы «Зимние забавы на Руси» и рассказать, чем хороша весенняя пора. Конкурсов, загадок и главного масленичного лакомства блинов хватило каждому. Завершился праздник, как и полагается по традиции, сожжением чучела зимы. Напоминаем, что 23 марта Центральная детская библиотека приглашает всех желающих в Иродской центр досуга на областной праздник – торжественное открытие недели детской книги. Пусть книга будет праздником для вас. Начало мероприятий – 13.30. А сейчас новости спорта. С 26 по 29 марта в Десногорск станет опять столицей баскетбола. В эти дни в городе пройдет первенство Центрального федерального округа среди юношеских команд не старше 13 лет. Желающие могут прийти и поболеть за своих спортсменов. О программе мероприятий мы расскажем вам позднее. Любители бездорожья приглашают посоревноваться в GPS-ориентировании с 14 по 21 марта. Владельцев недорожников и всех, кто неравнодушен к автомобильному спорту 4х4 и активному отдыху, приглашают поучаствовать в ежегодных соревнованиях по GPS-ориентированию «Дорога жизни-2016», которые организует Сафоновский клуб «Велес 4х4». Этапы автогонок пройдут в разных районах Смоленщины. Подробности и информацию о возможных изменениях можно узнать по телефону, который вы видите на экране телевизора. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna-tv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для сюжетов. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова